Всем привет! Меня зовут Эльвира, и вы на моем канале, где я в основном рассказываю про корейскую косметику и уход за кожей. Сегодня видео в нашей с вами любимой рубрике «Где же купить настоящую корейскую косметику?». Я продолжаю эту тему, потому что она мне самой очень интересна, и я постоянно нахожу новые места, где можно заказать настоящую, хорошую, качественную корейскую косметику, и с удовольствием делюсь ими с вами. Сегодня мы с вами поговорим про официальные страницы корейских брендов на нашей русской, всем знакомой платформе Озон. Но перед тем, как мы начнем, не забывайте подписаться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе моих новых видео. Конечно же, я не буду голословна, и у меня есть, что вместе с вами распаковать, но для начала мне хочется поговорить с вами про оригинальную корейскую косметику, которая уже привезена в Россию или которая доступна к заказу с российских сайтов. Многие знают, что косметика продается на таких сайтах, как Озон и Вайлдберрис, но у многих очень много сомнений. Было целое расследование, которое показало, что, например, на площадке Вайлдберрис очень много подделок, и это действительно так, к сожалению, никто не может уберечь нас от подделок, очень много людей, которые хотят заработать денег. Но даже на платформе Вайлдберрис есть официальные представители разных брендов. Чаще всего это их официальные дистрибьюторы, которые занимаются поставкой этих брендов на территорию России, и также у них есть магазины на платформе Вайлдберрис, тоже официальные. И вы там точно также можете найти настоящие бренды, настоящие средства, не подделки. Но очень сложно определить, кто из них продает официально. Очень сложно разбираться в названиях, в названиях официальных магазинов, потому что очень часто вы знакомы с магазином, но вы не знаете, как называется их ООО или ИП. И очень сложно, особенно на Вайлдберрис, там огромное количество разных продавцов, очень сложно найти оригинального. Поэтому очень важно уметь коммуницировать с брендами, например, в Инстаграм, переписываться, чтобы находить их официальные источники продаж. Но сейчас очень многие бренды начали выходить на площадку Озон. И очень интересно то, что они отправляют свои заказы напрямую из Кореи. То есть на площадке Озон сейчас есть такая глобал-доставка, прямо там есть специальный значок, где вы видите, что отправка товара, который вы заказываете, идет из другой страны. Именно так многие бренды официально представляют себя на Озон. Сами просто заходят на эту площадку, регистрируют, оформляют все нужные документы. Если у них есть русскоговорящие сотрудники, то это несложно для них. И они начинают официально продавать в Россию корейскую косметику прямиком из Кореи. Это точно такая же оригинальная классная косметика. Таких брендов пока не очень много. Я не могу отвечать за огромный ассортимент, который, опять же, на Озоне представлен, потому что там очень есть много дистрибьюторов, тоже имена которых сложно запомнить, да, сложно в них ориентироваться. Поэтому, если что, уточняйте у брендов, уточняйте у магазинов, официально ли они представлены на Озон или в Айлберис, если вам удобнее заказывать там. Но я могу сказать про три бренда, которые на данный момент я знаю, что официально представлены на сайте Озон. Это бренды на Цифик. У них прямо хорошо оформленная страница там, вы точно найдете ее, вы точно будете знать, что это оригинал. Также ссылка на Озон постоянно мелькает в Инстаграме русском бренда на Цифик, поэтому вы точно не потеряетесь. И, перейдя по этой ссылке, найдя официальный аккаунт, очень важно не просто ввести в поисковике бренд на Цифик и найти любое средство, которое вас интересует заказать. Очень важно смотреть, кто продавец. Вот у них есть официальная страничка продавца на Цифик офишал, и там вы можете оформить заказ, который вам отправят прямиком из Кореи, официально от бренда. Также по такой же системе на площадке Озон представлен бренд Skin Chonsa Skin 1004. Они точно так же из Кореи зарегистрировались на этом сайте и оформляют отправки из Кореи, если я не ошибаюсь. Это бренд на Цифик я заказала, мы сегодня с вами распакуем эту посылку. Но Skin 1004 я там не заказывала, я думаю, что они точно так же отправляют из Кореи. Еще, насколько я знаю, на Озоне есть официальный дистрибьютор бренда Skin 1004, но опять же, да, я могу им гарантировать безопасность только официальных аккаунтов бренда. Вот, Skin 1004 тоже там представлен. Также есть бренд новый, про который я вам рассказывала в новинках корейской косметики. Он называется Twelve Grubs, это прям совсем молодой бренд, у них всего 5 средств, но они официально тоже представлены на Озон. Поэтому, если вам интересно, как и мне, попробовать этот бренд, вы можете оформить заказ на сайте Озон и попробовать их прямиком из Кореи. Насколько я знаю, сейчас проблем с доставками у них нет. Поэтому, если вам интересно, я обязательно на все эти три бренда оставлю ссылки в описании под видео. Но сегодня мы с вами разговариваем про бренд на Цифик, не только про то, как можно заказать его на сайте Озон, но также мы распакуем посылку, посмотрим на новинки, которые я заказала, и попробуем средства. Сроки доставки. Мне кажется, это очень важно. Я была удивлена. Ко мне посылка приехала за 10 дней. Я оформила заказ новой серии в тот же день, когда она только появилась. Она сразу же появилась официально на Озон. Я сразу же оформила заказ, заказала полную серию, и через 10 дней она уже была у меня дома. Просто я долгое время откладывала съемку этого видео и долгое время не хотела открывать новые средства. Но вот время пришло. Мне кажется, пора познакомиться и с новой серией, и вот рассказать вам про такой классный способ. Не знаю, как сейчас с доставкой, будет ли она такая же быстрая или нет, но вот меня очень порадовало то, что она доехала так быстро. При этом все время доставки мне постоянно приходили сообщения от сайта Озона о том, где находится моя посылка, отправлена или не отправлена. И мне кажется, это очень классный сервис. Я была приятно впечатлена, удивлена и довольна. Коробочка небольшая, но довольно тяжелая. Прям там все плотненько лежит, по моим ощущениям. Я, как обычно, все вскрываю ножницами. Очень быстро получается. Очень хочу познакомиться с новой серией, но серия очень интересная, в то же время довольно спорная. Ну что, давайте вместе с вами смотреть. Мне самой очень интересно, что же там внутри. Коробочка очень маленькая и удобная. Так, я вижу, что все очень классно упаковано. Смотрите, в пупырку. Это значит, что все должно было доехать в целости и сохранности. Все перемотано скотчем, так что все надежно. Давайте вскроем пупырочку. Вот так выглядит все это в коробочке. Я убрала пупырку. Будем с вами прямо поэтапно рассматривать. Очень важно мне, да, рассказать еще раз, вступление сделать про новую серию по уходу за кожей от бренда Nacific. Они назвали новую серию Origin Red, салициловая кислота. Так, большими буквами написано на всех абсолютно упаковках. Но это очень спорный момент, потому что я сразу же, как серия вышла, запросила, уже заказала и запросила у бренда про проценты в составе кислот всех этих средств и была неожиданно удивлена тем, что салициловой кислоты, там на самом деле кот наплакал ее меньше одной десятитысячной доли процента. Надеюсь, я правильно произношу. Я вам вставлю в скрин ответа официального от русского аккаунта бренда Nacific. Процент кислоты салициловой в этих средствах просто крошечный. И назвать эту линейку рабочей именно в плане салициловой кислоты очень сложно. Но там есть океан других интересных ингредиентов. Сейчас с вами пойдем прямо по этапам, как нужно использовать средства. Будем разговаривать про состав, а также пробовать средства и посмотрим, насколько это все рабочее и эффективное. Всего в серии вышло 4 средства. Тонер, ампула, точечный крем и тканевые маски. Но что удивительно, мы пойдем с вами не в таком порядке. Потому что ампула в этот раз это не серум, который мы наносим и оставляем на коже, а это смываемый серум. И я бы назвала его просто пилингом. То есть это высококонцентрированное средство с высоким процентом кислот, которое помогает эффективно мгновенно отшелушивать кожу. Его нужно держать ровно минуту и потом уже смывать, а потом наносить все остальные средства. Именно в таком порядке мы с вами и пойдем. Так выглядит коробочка с серумом. Мне кажется, очень красивый дизайн коробок. Я знала, как выглядят банки, но коробочки я не видела. Они, кстати, довольно такие... Тут есть объемный рисунок, приятный на ощупь. Здесь у нас есть состав на английском, что приятно, потому что не всегда корейцы делают состав на английском. Давайте скорее откроем, посмотрим. Здесь у нас защитная пленка. Разрезала их ножничками. И давайте скорее посмотрим, как же выглядит у нас серум. Баночка пластмассовая, очень легкая, очень удобная. У серума такой ненасыщенный. Я бы сказала, что сливовый цвет. На фотографиях он казался прям ярко-красным. Здесь у нас опять же написано, что здесь салициловая кислота, но здесь ее совершенно очень-очень мало. Поэтому рассчитывать на работу именно, как это заявлено производителем, они, скорее всего, не будут. Но здесь у нас есть другой, очень интересный для меня ингредиент. Это молочная кислота. Она у нас стоит в составе буквально на втором месте после воды. И я думаю, что это она здесь главный активный ингредиент. Молочная кислота тоже хорошо работает с порами и тоже хорошо подходит, например, проблемной коже. Но мне кажется важным сделать пометку, что это не салициловая кислота будет работать, а молочная кислота. Ну вот, я сейчас посмотрела состав на упаковке. И оказалось, что те данные, которые выслал мне бренд, не совсем верны. Потому что здесь у нас 1000 ppm салициловой кислоты, а это где-то 0,1%. То есть, все-таки больше, чем я вам говорила, чем мне изначально сказали. То есть, процент все-таки побольше и повриятнее. Это значит, что салициловая кислота все-таки чуточку будет работать, но рассчитывать, опять же, на ее эффект нам точно не стоит. Тут также у нас в составе есть глюконолактон. Это пейчая кислота. Молочная кислота, как вы знаете, это эйчей кислота. То есть, у нас тут разные группы кислот. Также тут у нас целый комплекс с цинтеллой и с гиалуроновой кислотой. То есть, они должны нивелировать вот это активное действие молочной кислоты. Хватит болтать, давайте скорее попробуем. Открою серум. Я как раз подготовила кожу, очистила ее. И мы прям сразу с вами его нанесем. Он очень приятного такого, видите, бледно-розового цвета. У него водичковая текстура. Я когда увидела только это средство, подумала, что это похоже на пилинг от бренда Ordinary. Вы знаете, наверное, его. Это кровавый пилинг, который очень известен именно своими отшелушивающими свойствами. Я его очень любила в свое время. И рассчитываю, что это средство будет похоже работать. Но здесь молочная кислота, которая содержится в хорошем проценте также в средствах от бренда Blood, в сплэш-масках, которые классно отшелушивают. И учитывая время, возможно, эффект будет похож именно на них. Мы держим этот серум пилинг ровно минуту. Давайте нанесу его на ладошку, а потом нанесу на лицо. Пахнет он чем-то сладеньким и приятным. Текстура у него прям действительно легкая. Пахнет он кислотами, мне кажется, еще. Что интересно, инструкция на упаковке только на корейском. Но я читала описание официально на сайте Озон. И знаю, что этот серум пилинг нужно держать всего одну минуту. Поэтому я засекаю минуту, еще немножко с вами болтаю, потом пойду его смою, и мы посмотрим с вами на мои первые впечатления. По первому впечатлению именно использование, именно нанесение комфортное. Очень у него приятная текстура, приятный аромат. Сейчас посмотрим на результат. Я умылась и вернулась к вам из ванны немножко таким красным помидорчиком. Но в целом мне все понравилось. Есть вот эта краснота, довольно активная. У меня такое нечасто бывает. Но я заметила действительно хорошее отшелушивание кожи. Посмотрю на работу серума именно с воспалениями, потому что для меня это очень актуально, мне будет интересно. Часто молочная кислота на мне работает хорошо с воспалениями, но проверим, как это средство будет работать. Пока, пока мне все очень нравится. Мне кажется, такого серума будет достаточно один-два раза в неделю по потребностям кожи для хорошего отшелушивания. Пока прям все здорово прошло. Все понравилось. Следующий этап у нас тонер. Вот так вот он выглядит в упаковке. Его позиционируют именно как средство, которое поможет восстановить кожу после такого активного кислотного пилинга. Несмотря на то, что тут написано тоже салициловая кислота, также здесь написано soothing and hydration. Это значит, что это успокоение и увлажнение. Главные активные ингредиенты здесь у нас не ацинамид, экстракты цинтеллы разной вариации, а также гиалуроновая кислота. Посмотрим, насколько он действительно хорошо успокаивает кожу после такого активного пилинга. Мне кажется, что на камере мое лицо не такое красное, как в жизни, но прям в жизни я сейчас смотрела в зеркало, и было прям такой помидорчик. Вот так выглядит тонер. Он тоже был на картинках как будто бы более красный. Видите, мы с ним сейчас отлично сочетаемся. Тонер тоже упакован в пластиковую тару. Бутылочка матовая, очень приятно. Очень стильная и лаконичная. На самом деле у меня про бренд Мацифик уже было целое видео в категории гид по корейской косметике. Я там рассказывала про те средства, которые я попробовала на тот момент. Она довольно старенькая уже, но она все еще интересная, актуальная. И там я много раз говорила про то, что мне очень нравятся их лаконичные дизайны, и эта коллекция не исключение. Давайте скорее пробовать. Также здесь у нас все заклеено. Это значит, что вы первый человек, который открывает этот тонер. Давайте посмотрим на текстуру. Ну такое, да, скорее ближе к водичке, но чуть-чуть густовато. Такие тонеры, вообще тонеры в основной массе, если они не кислотные, я наношу ручками. Особенно учитывая, что мы надеемся все-таки на его успокаивающие свойства. Поэтому я наношу ладонями. Пахнет как будто бы натуральными ингредиентами, которые входят в состав, но немножко все-таки пощипывает кожу. Не знаю, последствия ли это пилинга, или все-таки здесь процент кислот, которые тоже как-то на это влияют. На самом деле такая комбинация наносить после активного пилинга еще средства с какими-то кислотами под вопросом у меня, потому что мне кажется, мало какая кожа и мало какой защитный барьер действительно выдержит такую нагрузку. Но в целом мы делаем все по инструкции, попробуем все эти средства вместе, а потом в будущем я в своем инстаграме, на который у меня, конечно же, есть ссылка в описании под видео, я подробнее расскажу, как я скомбинировала эти средства в своем уходе, что подвинула, что убрала, что добавила, и как они покажут себя спустя время. Здесь же мы с вами говорим только про первые впечатления. Пока у меня тонер впитывается, он, кстати, сделал это довольно быстро. Мне кажется, тонер совершенно не оставляет липкости. Про его восстанавливающие свойства мы, конечно же, с вами сегодня не сможем судить, но, по первому впечатлению, тонер очень комфортный, очень приятный. Вот, будем смотреть, насколько он хорошо. Мне кажется, главная его задача восстановить кожу после пилинга. Будем смотреть, как он работает спустя уже какое-то время. Пока усаживается тонер, покажу, что дополнительно положил бренд в мой заказ, то, за что я не платила, то есть то, что положили в подарок. Это было 5 штучек тканевых масок из этой же серии. Там прямо было написано, что если вы заказываете всю серию в первый же день продаж, вам в заказ кладут 5 масок. Я, конечно же, с удовольствием буду их пробовать. Мне очень интересно попробовать всю серию. Это тканевые маски из линейки с салициловой кислотой. Здесь, как и во всех остальных средствах, салициловой кислоты очень мало, прям в ход наплакалась. Но главный активный ингредиент я бы назвала здесь не ацинамид, потому что он здесь в начале состава стоит. Я буду пробовать эту маску, обязательно покажу в своем инстаграм. Также, помимо этого, бренд вложил здесь целый набор саше для тестирования. Так, тут у нас целых 5 саше. Давайте рассмотрим, расскажу, что тут у нас есть. Это самая известная линейка бренда, которая называется Fresh Herb. Здесь у нас Origin Toner и Origin Cream. Также здесь у меня 3 саше из линейки Fit and Yatsin с не ацинамидом, отбеливающая эссенция, отбеливающий тонер и отбеливающая ночная маска. Я, на самом деле, очень хотела бы именно эту серию с не ацинамидом тоже попробовать целиком. Вот, но не знаю, доберутся ли когда-то руки. Ну что, тонер полностью впитался, мне кажется, краснота с моего лица никуда не делась. Последнее средство, которое у нас осталось в этой коробочке, это точечный крем. Он у нас тут тоже с кот наплакал с алициловой кислотой. Здесь совсем немножечко молочной кислоты. Главный активный ингредиент это не ацинамид. Этот крем позиционируется в основном для работы с постактной, а также с воспалениями точечно, то есть, чтобы ускорить заживление и меньше осталось последствий. Он крошечный, здесь у нас всего 20 мл, но, мне кажется, очень стильное оформление. Он такой супергелевый и суперлегкий. Вот, мне кажется, что это не будет, знаете, как есть средства с цинком или с коалином, которые оставляют, да, какие-то неприятные ощущения на коже. Вот у меня есть некоторые заживающие, проживающие воспаления. На самом деле он прям хорошо, легко распределяется, его можно на большое количество, на большой участок лица нанести. Тоже, опять же, судить по каким-то результатам мы сегодня с вами не будем. Немножко пощипывает в этих местах. Нужно проверять эффективность таких средств уже спустя какое-то время. Ну, по первым впечатлениям, очень комфортно наносится, он прямо супер ледненький. Мне кажется, после него может остаться небольшая липкость, но очень приятно. Пахнет тоже как будто бы естественно, какими-то кислотками, каким-то составом. Здесь у нас тоже есть центелла, которая должна заживлять, восстанавливать. Буду надеяться, буду смотреть, как эта серия работает. Но пока я, конечно же, в супер смущенных чувствах, потому что, во-первых, меня смущает, что эта линейка называется салициловая кислота, ее здесь на самом деле очень мало. Мне бы хотелось, чтобы бренды были честнее с нами и сразу рассказывали, какие на самом деле активные ингредиенты они используют и не обманывали нас громкими названиями. Потому что салициловая кислота это очень классный компонент для проблемной кожи. И, к сожалению, многие пойдут покупать эту серию с проблемной кожей, но там будут совершенно другие рабочие ингредиенты. Неацинамид я тоже искренне люблю, молочная кислота тоже классный компонент, гиалуроновая кислота, экстракты, центелла, все это классные ингредиенты. Поэтому я думаю, что все-таки эти средства очень классные и рабочие. Просто, да, меня вот расстраивает несовпадение названия этой серии и основных активных ингредиентов. Буду продолжать тестировать, буду рассказывать про все эти средства у себя в Инстаграм, про свои впечатления, про свои финальные впечатления. И, наверное, вы увидите какие-то из этих средств в пустых баночках или в фаворитах. Надеюсь, вам было интересно смотреть сегодняшнее видео, потому что я поделилась с вами еще одним классным местом, где можно заказывать настоящую, оригинальную корейскую косметику. Я надеюсь, это облегчит вам выбор и возможность заказа, облегчит вам оформление заказа, потому что оформить заказ на сайте Озон действительно просто, и с этим справится абсолютно каждый. Поделилась с вами полезной и интересной информацией, попробовала с вами новые средства, закончила это видео таким прекрасным помидорчиком. Оставляйте обязательно ваши комментарии, какие из этих средств, которые я попробовала, вас тоже заинтересовали. Также делитесь впечатлениями, как вам, какая новость, что можно на Озоне заказывать действительно проверенные классные корейские бренды и средства. Я с удовольствием на ваши комментарии поотвечаю, мы с вами поболтаем, мне всегда интересно получать от вас обратную связь. Надеюсь, это видео вам понравилось, не забывайте поставить ему большие пальчики вверх, ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!